Спустя год полномасштабного вторжения России в Украину, получить достоверную информацию о количестве мобилизованных федераций невозможно, а ведь точных цифр по регионам нет, а власти некоторых и вовсе отказались предоставлять данные. В целом же число мобилизованных значительно варьировалось от региона к региону. В некоторых из них число, по крайней мере заявленное, не превышало тысячи человек. К примеру, в Чувашии более 300 человек. Или на Ямале 920 мобилизованных. В некоторых регионах речь идет о нескольких тысячах. 2129 в Вологодской области, 2500 в Кировской или столько же в Калужской. Из материала русской службы «Голосы Америки». Пытались подсчитать количество мобилизованных по регионам журналисты издания «Важные истории» и аналитики «Конфликт Интеллендженс Тим». По их данным, самый высокий показатель мобилизации в Красноярском крае, Бурятии, Ильяновске и Владимирской областях, а также в Дагестане. Любая из подобных цифр будет неточной. Какую бы цифру мы сейчас ни назвали, она не будет учитывать огромную часть, примерно половины мобилизованных. Потому что если говорить о тех, кого набрали в предыдущую волну мобилизации, ну, как бы, обещали, что наберут 400 тысяч, вот их и набрали. А что нам делать в таком случае с теми, кто был не мобилизован, а кого, например, набирали в ЧВК, в тюрьмах? Кого переводили, вернее, чтобы быть совсем уж точно в терминологии, из тюрем в частную военную компанию «Вагнер». А как быть, например, с теми, кто был призван в рамках осеннего призыва и кто все равно оказался на фронте? При этом аналитики утверждают, что чем беднее живут люди в регионе, тем сильнее его коснулась мобилизация. Мы видим корреляцию доли призываемых запасников и бедности региона. В таких регионах должно быть много недавно отслуживших контрактников. Зачастую армия в таких регионах является одним из немногих работодателей, а также социальным лифтом. Из исследования аналитиков «Конфликт интеллидженс Тим». Нет в России реальной статистики потерь. Так, по данным украинского генштаба, на 19 февраля 2023 года эта цифра составляла около 143 тысяч. В тот же день, 19 февраля, Министерство обороны Великобритании сообщило, что потери страны-агрессора варьируются от 175 до 200 тысяч человек. BBC и Медиазона, основываясь на информации из открытых источников, обнаружили наибольшее число погибших военнослужащих в Краснодарском крае, Свердловской области и в Бурятии. Важно заметить, что данные о потерях зачастую не включают число погибших и раненых из ЧВК «Вагнер». В эту статистику, даже если мы ее будем каким-то образом сможем вычислить, даже если мы каким-то образом чудесным, получим данные о военнослужащих, погибших на территории Украины. И, скажем, тех, чьи тела вернулись в страну. Ну, простите, а что делать с теми, чьи тела не вернулись? А что делать с теми, кого не идентифицировали? А что делать, опять же, с вагнеровцами, которые для независимой и свободной Украины не являются никем, кроме как непонятные люди с оружием в руках, которые валяются и гниют? Объявленная Путиным в сентябре прошлого года мобилизация не на шутку взбодоражила российское общество. В первый же день в России состоялись как минимум 43 акции протеста, на которых силовики задержали 1390 человек. Большинство из них в Москве и Санкт-Петербурге. Протестовали и в отдаленных от столицы регионах. Самый заметный протест – в Дагестане. Вот что тут происходит, напали, разгоняют и сбивают. Самым же протестным регионом оказался Хабаровский край, жители которого провели свыше 100 акций за 116 дней. Однако после многочисленных разгонов мирных митингов россияне стали чаще прибегать и к другой форме протеста – поджогом военных комиссариатов и административных зданий. Сегодня сопротивление приобретает иной характер. Это борьба каждого конкретного человека за свою жизнь. Каждый россиянин, которому грозит лобилизация, а таких, как вы понимаете, очень много, борется за свою жизнь в данной ситуации. Или за жизнь своих близких. Вот нам писал, например, преподаватель института, к которому на лекцию пришли сотрудники военкомата раздавать мальчикам, студентам последнего курса повестки, чтобы они явились в военкомат для сверки данных. Это, в принципе, сопротивление. Он их выгнал. Те, кто меняет место жительства, те, кто вызывает полицию, те, кто укрывает своих знакомых и близких – это все сопротивление. По утверждениям экспертов, за больше, чем год с начала полномасштабного вторжения России в Украину, многие россияне переосмыслили пропагандистские тезисы Кремля. Огромные потери на фронте, отсутствие государственной поддержки, амуниция, оружие и обучение для новобранцев – ложь о мобилизации и потерях. Все это доказывает – идти умирать за амбиции Путина не стоит. Юлия Грановская для телеканала Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова